Существует два туристических Египта, стремящихся оттянуть на себя как можно большее число туристов. Это Шарм-эль-Шейх и Хургада. В будущем, думается, и Средиземноморское побережье будет составлять конкуренцию Турции, однозначно. Шарм-эль-Шейх гламурен и великолепен. И это особенно касается флоры и фауны Красного моря. Но тусить там по сути негде. Хургада более пластична, что ли. Поехать и посмотреть исторические достопримечательности здесь в разы проще. И это меньше утомляет. А где меньше усталости, там больше внимания можно уделить истории. Внимательное рассмотрение храма Карнак сейчас уже объясняет многое. И в том числе это выкопано из песка и из истории. Размеры его действительно поражают, как и то, из чего он сделан. Есть, конечно, и глыбы, и перекрытия в несколько тонн. Но в основе это достаточно небольшие, вполне подъемные для нескольких человек каменные блоки. И отсюда понятная степень разрушения. Дело в том, что цемента, как материал относительно недавно освоенного, Египет, естественно, не знал. Храм этот возводился за время меньше, чем строительство пирамид. Но храм этот, в оконцовке, восстановленный лет через 10, думается, законченным своим видом, будет и поражать, и впечатлять. Деньги на восстановление комплексов в одной из столиц Древнего Египта, Люксори, берутся, естественно, из значительно подорожавших билетов. Либо право на раскопки предоставляется другой стране. И в чем тут смысл и логика совершенно непонятны. Но с другой стороны, круче нас Египет не спонсировал никто, пусть и другие парятся. Ну а чтобы вы не запаривались, экскурсии, включенные в программу, грамотно оговорить заранее. И сейчас возможность такая есть и в Магнитогорске. Так сколько лет прошло с того момента, как мы начали активно путешествовать? Примерно 4 года. Последний раз мы были в Египте в 2005. Сейчас лето 2009. То есть, ну, мы вас немножко накололи вместе с фирмой Центр туризма и микрофинансирования. Ну, я вам показывал Египет 2005 года. Сейчас абсолютно точно Египет 2009 года. Что изменилось? Ну, я немножко добавил веси. Вот они, статуи в лучах заката, которые охраняют царство мертвых. Они тоже немножко изменились. Сейчас объясню, почему. В 1999 году запустили мост через реку Нил в Люксоре. И, соответственно, начал развиваться и этот берег. Поэтому, ну, грандиозные планы реконструкции и развития. А дальше, дальше нас идет то место, откуда стартовал Сириос Сэм. Это храм Шаптера Суд. Синхрон под прицелами автоматов. Да е-мое, я, конечно, уважаю силовиков Египта за то, что они в кратчайшие сроки разобрались с теми, кто зарвал машину у Хилтона в Шарм-эль-Шейхе. Причем казнили быстро и публично отморозков, портящих репутацию Египта. Но повышенное внимание копов к нашей персоне немного достало. Ну, привлекаем мы в людей в Египет, а не топчемся на помоях экономических передряг. Как это делают варяги из столиц, и не только наших. Но объяснить это тяжело, иногда совершенно бесполезно. Так что храм Шаптера Суд вы в этом фильме не увидите. Хотя дивные фотки у нас-то и остались. Это реальный подвиг. Посмотреть храм Шаптера Суд. Опять нам запретили снимать. Но ладно. Может быть, лохи не мы, а не лохи. А мы завершаем сегодняшний рассказ про Руксор. С того места, откуда начиналась игра Сирио Сэм. Так вот, это храм Шаптера Суд. Полностью восстановленный вместе с польским правительством. Субтитры создавал DimaTorzok